Советские автобусы часто вызывают у кого-то ассоциации с детством, у тех, кто застал те в советские времена. Ведь в детстве все вокруг кажется таким насыщенным яркими красками, в том числе и автобус казался необычным с неким шармом. Конечно, сегодняшние автобусы редко кого впечатлят, они стали какими-то обыденными, но в этом выпуске разберем три советских автобуса, которые были не столь заметны. АПП-66 Этот автобус был разработан на основе ГАЗ-66 «Шишига». Его отличало то, что он был на полном приводе и имел хорошую проходимость, по крайней мере так считали. По большей части это была обновленная модификация АЭС-38, только без особых наворотов в производстве. Самые первые такие машины были выпущены в 1975 году, а в последний сошел с конвейера в 1987 году. Но на деле автобус был не такой шустрый, как казалось. Все из-за утяжеленной конструкции, которая была на 20% увеличена. Но даже при таких технических характеристиках автобус разъезжал по улицам города. Всего было выпущено 800 единиц. В современной России таких остались единицы. Украина-1 Этот автобус с элегантными формами был произведен на ЛАЗе в 1961 году. Смотрится он очень современно и со вкусом. Назначение автобуса было задумано для комфортных, междугородних поездок. В салоне были установлены кресла, как в самолете, достаточно комфортные. В движении такую ласточку приводил Зиловский двигатель на 150 лошадиных сил. В разработке был и прототип Украины-2. Но до серии этот автобус так и не дошел. Что касается автобуса Украина-1, то ему удосужилось попасть в фильм «Королева бензоколонки». ЛАЗ-360 Есть еще один автобус, который стоит в этом выпуске упомянуть. Это разработка НАМИ. В проекте он появился в 1968 году. Правда, его формы не предполагали изящных контуров. Он был предназначен для того, чтобы отработать концепцию низкозольного автобуса. И для серии он не рассматривался. В его моторном отсеке находился 180-сильный двигатель с АКПП и передним приводом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова